Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала. Случалась с вами такая ситуация, когда заглянешь в холодильник и остается и сметана, и кефир. Что с ними делать? Так вот, в сегодняшнем видео предлагаю вам вместе со мной приготовить очень вкусную мировую закуску. Очень вкусно! Я вам советую, берешь багет свежего хлеба, намазываешь вот такую вкусную, сочную, нежную закуску и кушаешь. Кстати, такая закуска может храниться и день, и два, и три. Но я вас уверяю, даже день она у вас не постоит. Разметется в считанные минуты. Нам для ее приготовления понадобится... Литр кефира. Жирность кефира не имеет значения. Литр сметаны. 20% жирности. Одна чайная ложечка без верха соли, а также миска. Я в нее выстелила, чтобы вы подумали, конечно же, марлю в 4 слоя. Итак, первое, что мы сделаем, берем кефир, в него высыпаем соль. А теперь и сметану. С помощью лопатки все смешиваем до однородного состояния. Теперь, когда кефир соединился со сметаной и солью, все это дело выливаю в миску. Вот так. Берем марлю и связываем ее в пучок. Вот так. Использую канат. И хорошо все связываю. Нам нужно, чтобы вся жидкость извлеклась из вот этой массы. Для этого нам понадобится часа 2-3. Мы должны все это дело отвесить. После того, как масса будет отвешена, под груз и все в холодильник на 24 часа. Минимум. Встретимся через 24 часа. И продолжим работу. Прошло 24 часа. И мы снова с вами встретились. Я вытянула из холодильника из-под гнета творожно-сливочную массу. Посмотрите, какая красота получилась. Как паста. Что делаем дальше? Для приготовления мировой закуски нам понадобятся огурчики. Два вот таких больших свежих огурца. Понадобится чеснок. Это по желанию, но лучше добавить 5-6 зубчиков. А также подсолнечное масло. 4 столовых ложки. Главное, чтобы подсолнечное масло было без запаха. Что делаем дальше? Я взяла терочку и натираю на крупную терочку огурчики. Натертые огурчики отправляем в миску к творогу. Сюда же добавляем подсолнечное масло. И пропускаем через чесночницу чеснок. Количество чеснока регулируйте сами. С помощью ложки все смешиваем в однородную массу. Этот процесс у вас займет 2 минутки. Итак, посмотрите, у нас на столе готовая творожно-сливочная закуска. Посмотрите, какая красота. Берешь свежий, хрустящий, белый багет. Нарезаешь его щедрым кусочком. И щедро намазываешь вот такую закуску. Это обалденно вкусно, ароматно. Самое главное, что такая закуска хранится 3-4 дня в холодильнике. И если у вас нет времени что-то приготовить, она вас обязательно выручит. Это вкусно, это аппетитно, это недорого. И такую закуску можно подать на праздничный стол. Кстати, хочу вам показать, сегодня какой красивый у меня букет циней. У меня зацвели циней. Это очень красиво. Понравилось мое видео? Ставьте мне лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока.